Добро пожаловать на YouTube Planabe. В этом видео я поделюсь своим взглядом на рынок биткоина на основании семи графиков. И по причине того, что сейчас у меня много новых подписчиков, которые не следят за моим твиттером или X, то в этом видео я объясню немного более подробно, чем я делаю обычно. И сперва мы с вами поговорим о двух графиках. Графики модели Stock-to-Flow и графики рыночных циклов. Мои любимые, это мои ключевые графики, а после чего мы поговорим о двух графиках, которые очень хорошо известны и часто используются в техническом анализе. Это графики RSI и скользящих средних. А после этого мы с вами поговорим о трех графиках, основанных на ончейн информации, являющихся очень уникальными для крипто и для биткоина. Их нет для фондового рынка или облигаций. Этих данных ончейн со всеми транзакциями. Так что поговорим об этих трех графиках. И сегодня у меня есть еще кое-что особенное. В конце будет бонусный график. Это новый график, который нам предоставят очень, на мой взгляд, ценные данные. Но начнем с первого графика, это Stock-to-Flow. И сейчас забудьте все, что вы знаете о Stock-to-Flow. Просто смотрите на график и понимайте, что он вам говорит. По оси X расположены даты с 2010-го вплоть до сегодняшнего дня 2024-го. По оси Y расположена цена биткоина. И заметьте, что она в масштабе логарифмической шкалы. Это логарифмический график. Так что, например, вот здесь у нас 100, а здесь 200, 300, 400, 500, 600. Линии становятся все ближе и ближе. И все эти шаги являются степенью 10. 10 раз по 100 тысяча, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. И почему мы используем логарифмическую шкалу по оси Y? Да потому что с ней мы видим долгосрочные тренды гораздо лучше. Мы, как инвесторы, заинтересованы в прибыли. То есть в этих 10X внутри каждого цикла, к примеру. А не в актуальном уровне. Это не так важно, ведь все дело в прибыли. Поэтому это нам позволяет получить отличную картину прибылей. И если не сделать этого, то мы получим, скажем, все до 2017 года в виде горизонтальной линии в самом низу. И будет казаться, что вся движуха образовалась лишь в самом конце этой временной последовательности. Что неверно, как вы видите здесь. В любом случае, здесь у нас цена. А третье измерение — это цвет. И цветами здесь представлено количество месяцев до следующего халвинга. То есть это таймер с 48, то есть последних 48 месяцев, 4 лет, до момента следующего халвинга. И он опускается до нуля, количество месяцев до халвинга, синим цветом. То есть мы идем от красного к синему, от красного к синему. Почему мы это делаем? Да потому что это нам дает ситуационное понимание. Например, зеленое, означающее 15 месяцев до следующего халвинга. И обычно это медвежий рынок. 15 месяцев до халвинга обычно является медвежьим рынком. Но здесь мы можем легко увидеть, где эти 15 месяцев. Мы можем это сравнить от цикла к циклу с временным интервалом с помощью этого измерения. Так что на этом графике мы с вами видим три линии. Это линия с ценой, представленная цветными точками. На нее наложены цветовые оттенки. Следом идет модель в виде серой линии. И есть ошибка модели. По сути, это разница между расчетной моделью и актуальной ценой. Таким образом, модель сток-то-флоу, по сути, является размещенной линией через точки с данными. И обычно мы бы получили прямую линию, которая бы стала логарифмическим графиком, направленной линией модели. Но я это не использую. Здесь также вы видите эти замечательные сглаженные кривые линии, которые были бы в логарифмическом графике прямыми линиями. Это логарифм в степени. Они также замечательные. Но мой глаз уловил кое-что другое. И вот почему я здесь использую шаговую функцию. Я заметил, что все скачки цены биткоина происходят в конечном итоге после халвинга. Так что, когда синее, становится красным. А вот тогда мы с вами наблюдаем скачок цены. Синее в красное. Скачок цены. Затем идет выравнивание. Здесь то же самое. Бах. Затем выравнивание. Поэтому я построил модель на коэффициенте сток-то-флоу, который удваивается каждый цикл, каждые четыре года. И первый халвинг у нас был здесь в 2012. Это был официальный халвинг. Второй был в 2016. Еще один был в 2020. И недавно в этом году был в 2024. Но был один неофициальный халвинг. Это не настоящий халвинг с точки зрения вознаграждения за блок. Но коэффициент сток-то-флоу поменялся очень быстро в течение первых нескольких лет, что стало крайне важным для существования биткоина. И это момент, когда коэффициент сток-то-флоу перевернулся, удвоился на самом деле с 2 до 4, затем с 4 до 8 уже в настоящем халвинге. Но на самом деле имел место неофициальный халвинг в 2010-11. Вот, по сути, и все. А ошибка, о которой я получаю много вопросов. В общем, я хочу поместить всю информацию на одной страничке без использования слишком большого количества осей. Так что для начала я хочу использовать эту ось. Первое, это когда модель абсолютно права, в точности, такая же, как и модель цены. Например, вот во время этого периода, во время медведчьего рынка 2015-го, она была в точности на этой серой линии модели. И вот ошибка здесь была равна единице. Биткоин выше линии модели, то ошибка становится больше единицы. То есть вот это бы значило, что цена выше модели в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза больше модели. И аналогично, если мы видим, что цена биткоина ниже цены модели, то ошибка становится меньше единицы. Как, например, вот здесь, где она пересекает линию модели. Вот здесь, затем снова становится 1. В общем, это ошибка. И относительно модели сток-то-флоу есть много непонимания. Поэтому я хочу о некоторых из них поговорить. И одно из заблуждений заключается в том, что модель оказалась неверной, потому что вот здесь она не достигла 100 тысяч в 2021-м. И в некоторой степени я даже сам себя виню. Ведь однажды я написал в Твиттере, что если биткоин не достигнет 100 тысяч, то значит модель не работает. Что оказалось на самом деле неверным. Ведь если об этом задуматься, то в большей степени то, что я имел в виду, я объясняю здесь с помощью ошибки. Вы видите сами, что иногда цена биткоина находится около модели, в точности рядом с моделью, как в начале. А иногда цена выше линии модели, как, например, вот здесь. И вот здесь. Таким образом, мои ожидания для последнего периода 2021-го, или с 2020-го по 2024-й, были такими, что мы... Что биткоин достигнет цены модели. Что на самом деле произошло. Он достиг этого уровня в 50 тысяч. Несколько раз. Но обычно... И, конечно же, он находился какое-то время ниже модели. Вначале, после халвинга, и позднее, во время медвежьего рынка. Но я реально ожидал, и стал бы снова ожидать, если бы мы оказались в 2020-м, что биткоин перепрыгнет за линию модели. Так же. И сделает это он с коэффициентом 2, что мы с вами уже видели практически во всех, да что там, во всех предыдущих периодах. Таким образом, это не какие-то странные вещи ожидания, что в прошлом цикле биткоин бы достиг 100 тысяч долларов. Но это не произошло. И на самом деле, большую часть времени он оставался ниже линии модели. Что оказалось впервые, но не стало чем-то странным. Теперь, большинство людей, также из-за влияния недавних событий, считают, что и этот цикл будет ниже модели. И это можно понять. Однако... Однако, остается по-прежнему столько же шансов, что цена окажется выше линии модели. Как, например, в этом периоде времени, и вот в этом. И в этом случае, то есть линия модели для следующего периода равна 500 тысячам долларов. Примерно этого уровня мы ожидаем. И обычно мы пойдем на х выше или на х ниже. А это 1 миллион или 250к. И это бы стал нормальный диапазон вокруг этой линии модели. И, кстати, это еще одно непонимание, что данные диапазоны такие вот большие, как, например, вот здесь. Последний период расчетного уровня модели был в 50 тысяч. Диапазон же был 2х, то есть 100 тысяч. И уровень разделенный на 2, то есть 25. Поэтому все от 25 до 100 тысяч долларов было бы приемлемым. И это достаточно большой и широкий диапазон. Но, с другой стороны, у биткоина есть и волатильность довольно большая. Волатильность, которую мы видим у биткоина, колеблется до 80%, а иногда даже и 100%. Так что нельзя ожидать модель, являющаяся упрощенной реальностью, и особенно очень простую модель, которая является Stock to Flow, имеющую только один входной параметр. От нее нельзя ожидать очень точных результатов для актива, имеющего волатильность в 80%. Так что каждый должен принимать решение самостоятельно для этих диапазонов, являются ли они полезными или нет. Для меня, когда я сделал модель для цены примерно в 3 тысячах, в 4 тысячах, предсказание того, что цена уйдет в 25 или 100 тысяч, очень полезно. И прямо сейчас мы находимся где-то на 60 с чем-то тысяч. И предсказание того, что биткоин уйдет где-то в 250 и до миллиона, да, широкий диапазон, но очень полезный. Но каждый принимает решение самостоятельно. И еще одно заблуждение в том, что я поменял эту модель, вот эту формулу. Это неправда. Но я понимаю, почему люди думают вот таким образом. Я думаю, что причина из-за того, что имеет место несколько реализаций этой модели Stock to Flow. Есть версия от Fidelity, есть версия от Glassnode, есть версия от Looking into Bitcoin. В общем, я думаю, что есть от 20 до 30 разных версий моделей Stock to Flow, которые довольно часто используются. И все они не мои. И все они немного друг от друга отличаются. Они дают немного разные значения. Некоторых обновляют ежедневно, некоторые вообще не обновляют. Но в любом случае существует огромное количество разных моделей. Не все они мои. На самом деле там нет ни одной моей модели. Только вот это. Но люди думают, что они мои, и что я постоянно в них что-то меняю, что тоже неправда. Однако, существуют два варианта модели, которые сделал я, и вокруг которых также есть некоторая путаница. Итак, есть одна модель на 100К, модель, имеющая эту прямую линию, линию модели для последнего периода на уровне 100 тысяч. И ее я использую много на Твиттере. Но эта модель была специально сделана для обсуждения, которое у нас было в 2019. Что ж, в то время у нас прошло всего лишь два халвинга. Модель построена на халвингах, а два халвинга недостаточно для того, чтобы экстраполировать модель в будущее и сделать общие выводы на имеющемся паттерне, что справедливо. Но в противоаргументе для этого я сделал модель только лишь с четырьмя точками данных перед первым халвингом в 2012. Кстати, это был ноябрь 2012. У меня были четыре точки с данными октябрь 2012, 2011, 2010 и 2009. Цена закрытия месяца октября в эти четыре года перед тем, как вообще произошел какой-либо халвинг. И на основании этих четырех точек данных я построил модель и она стала моделью в 100К. Так что даже до того, как произошел какой-либо из халвингов, мы могли достаточно хорошо предсказать, где окажется цена биткоина после каждого халвинга. И это стало экстремально выдающейся моделью, которая мне очень нравится и которую я часто публикую в Твиттере. так что многие люди ссылаются на эту модель. Но это не базовая модель. Статья, которую я написал в 2019 вот здесь в зеленом использует ту же самую формулу, которую я использую и сегодня. И существует и второй вариант модели Stock to Flow модель кросс активов. А не, я также писал статью. Думаю, это было в 2020-м. Это была еще одна экстремальная модель, где мы разместили модель, используя данные золота, серебра, платины и палладия. Также данные алмазов недвижимости и других активов. Вот почему модель называется модель Stock to Flow с перекрестными активами. Так что даже если вам неизвестна история биткоина, на протяжении времени от других активов, от других товаров, как, например, золото, серебро или недвижимость, которые, кстати, также имеют отношение с Stock to Flow, вы можете оценить то, что будет стоить биткоин. И в то время это было 288 тысяч долларов. И речь идет не про точные цифры, целью было показать то, что биткоин был значительно недооценен при трех или четырех тысячах, или даже на момент написания той статьи в 10 тысяч. Так что два варианта. Вариант 100 тысяч, основанный на четырех точках данных до 2012-го, и модель 288 тысяч, основанная на золоте и серебре. Но вторая была лишь для конкретного обоснования на время, и которую даже сейчас я иногда использую в 2024-м, но вне контекста, что и понятно, ведь очень большое количество людей пропустили полностью эту дискуссию. Сейчас же я по-прежнему использую ту же самую модель. Формула не поменялась. Она такая, как есть. Результаты не поменялись. Это по-прежнему 50 тысяч, здесь по-прежнему 500 тысяч, а это по-прежнему 4 миллиона. Так что вот так. И это первый график. Кстати, сейчас мы закрылись около 64 тысяч долларов в июле, и это пятый месяц, в этом диапазоне 60-70 тысяч. Никакого направления, несмотря на то, что у нас был Литий-Эф, несмотря на то, что правительство Германии продало 50 тысяч монет, и несмотря на МТ-Гокс, который распределил все арестованные монеты, и несмотря на заявления Трампа, восхваляющие биткоин, и собирающиеся сделать из биткоина стратегические резервы США, ничего не повлияло в итоге на цену, а мы по-прежнему ожидаем увидеть направление. Но давайте посмотрим на следующий график. Следующий график, это график рыночных циклов биткоина. И возвращаясь в 2019, прямо здесь, когда я сделал модель Stock-to-Flow, по сути у меня только и была, что модель Stock-to-Flow, и только лишь с 2021 совпали случайным образом медвежий рынок, эта зеленая зона, которую я сделал в модели, но с того времени я лишь обзавелся вот этой моделью рыночных циклов биткоина. Эта модель рыночных циклов дает мне немного больше информации, чем модель Stock-to-Flow, показывающая лишь пампы биткоина эти масштабы после халвинга. Вот что, по сути, нам говорит модель Stock-to-Flow. Но сейчас мы с вами знаем то, где мы находимся в точности по рыночному циклу, и сейчас это бычий рынок, красные точки, и, знаете, я никогда не показывал формулу этой модели, потому что, честно говоря, для меня она слишком ценна. Я делюсь результатами, и я думаю, что это также очень ценно. Так что, даже если у вас нет формулы, интерпретируйте это как мои взгляды на рынок, мое субъективное видение рынков. Но, пожалуйста, заметьте, что это очень объективные взгляды. Они основаны на данных ончейн, здесь жесткий расчет, конкретные да или нет, в конкретном цикле рынка. И в большей степени отличающиеся от модели сток-то-флоу, предсказывающие будущее, средняя цена 500 тысяч долларов для биткоина, для этого цикла халвинга, и 4 миллиона после цикла следующим за этим, модель рыночных циклов биткоина не показывает нам будущее, она не видит его, она может лишь определить, в какой стадии мы с вами находимся прямо сейчас. Так что, да, биткоин сейчас находится в этой красной бычьей зоне в настоящий момент. Это начало бычьего рынка, ведь мы пока еще не видели никакого реального движения. И я не знаю, когда мы перейдем в желтую зону, но как только мы там окажемся, я дам вам знать. И обратите внимание еще на кое-что. Медвежий рынок зеленый очень четкий, зона накопления синяя, также очень четкая, красная же и желтая немного нечеткая. Например, в 2013 это бычий рынок, имеющий двойную вершину, перевернулся в желтая, затем вернулся в красное. И в идеальной ситуации вы бы не должны видеть эти желтые точки, они должны были бы остаться по-прежнему красными, но этого не произошло. Так что, вероятно, вы могли продать здесь свои монеты, затем откупились бы вот здесь и получили бы некоторые потери. Но ситуация бы исправилась в 2013. И ту же самую ситуацию мы видим и в 2021 году, которую мы с вами очень хорошо помним, когда модель сток-то-флоу, конечно же, не достигла этой цели в 100 тысяч. Мы все были такие в замешательстве, come on, что происходит? Где этот бычий рынок? Мы что, действительно, получим лишь только 6x? Что происходит? Теперь же, мы с вами видим, что если циклы переворачиваются в зону распределения, в желтая, а затем снова переворачиваются в бычий рынок, два быстрых перехода в зону распределения, эти два момента немного выбиваются из системы, как будто бы это был настоящий исторический максимум, а этот немного не в тему. Может быть, я немного смогу поднастроить эти косяки в данной модели, а может быть, у меня и не получится, но в любом случае, я хочу сохранить модель как можно более простой, как можно более чистой, так что пока это останется и будет очень интересным, когда через 6 или через 12 месяцев, не знаю, мы с вами получим эту желтую точку, будет ли это ложным сигналом бычьего рынка, или же реальным знаком бычьего рынка, не знаю, но в любом случае, как я уже говорил, я дам вам знать, так что эту модель я активно использую совместно с первой, как две основные модели. Теперь же мы перейдем с вами к двум моделям технического анализа, и всегда хорошо иметь несколько моделей, несколько точек зрения, и речь не только об инвестировании, а вообще обо всем, и всегда хорошо посмотреть на старые добрые элементы технического анализа, так что в данном случае мы с вами посмотрим на индекс относительной силы, или RSI, являющийся индикатором импульса, где все, что больше 50, это uptrend, а ниже 50, это downtrend, и обычный диапазон RSI находится между 30 и 70, то есть когда вы используете индекс RSI для оценки акций, облигаций, до чего угодно, он между 30 и 70, вы легко можете увидеть, когда традиционные инвесторы допускают ошибки в биткоине, они смотрят на RSI, видят 65, и такие, это много, вероятно, он пойдет вниз, но если мы с вами посмотрим на исторические данные графика RSI, то увидим, что обычный диапазон находится между 40 и 90, не между 30 и 70, для биткоина диапазон намного выше, что является логичным, потому что биткоин находится в аптренде в течение всей своей жизни, может быть со временем это нормализуется, но сейчас это довольно высокий уровень в индикаторе RSI, но при этом он очень полезен, потому что, например, вот на этом графике, что он нам говорит, мы видим бычий рынок, медвежьи рынки, это как приливы, и отливы океана, здесь у нас жадность, страх, жадность, это продолжается, продолжается, это эмоции человека, и они никогда не поменяются, поэтому я считаю очень полезным использовать эти графики RSI, и сейчас RSI находится на 66, он почти не поменялся, с последнего месяца с 65, он идет в ногу с рыночным циклом, с бычьим рынком, больше 50, аптренд, все на месте, и вяжется с графиками сток-то-флоу, говорящими о том, что биткоин недооценен, и, на мой взгляд, мы только лишь начинаем эту фазу жадности, эту фазу бычьего рынка, и RSI будет расти отсюда до, скажем, уровня 80+, возможно, даже и до 90, и все будет похоже на то, что было в 2013, 2017 и 2021. Вот что я думаю. Второй график технического анализа это скользящий средний. Скользящий средний очень полезный для сглаживания краткосрочного рандомного шума новых данных и для того, чтобы сосредоточиться на долгосрочном тренде. И здесь мы с вами видим 200-недельную скользящую среднюю. Это почти 4 года, что очень долгосрочно. И мне это нравится, потому что это вяжется с 4-летним циклом халвинга. Также мне это нравится, потому что она всегда растет. 200-недельная скользящая средняя, эта черная линия, всегда растет. И за всю историю сразу не падала. Так что обратите внимание, что эта 200-недельная скользящая средняя выступала линией поддержки в 2014 и медвежьем рынке 2015. Цена оскакивала 200-недельной скользящей средней вверх и начинала следующий бычий рынок. Также она снова выступила уровнем поддержки в медвежьем рынке 2018-19 и также в медвежьем рынке 2020-го. Но впервые там было пересечение с линии 200-недельного скользящего среднего. Так что если мы с вами посмотрим на 200-недельное скользящее среднее, то видим, что это был самый худший медвежий рынок за всю историю для биткоина. А также мы с вами видим, что это 200-недельное скользящее среднее, эта поддержка, эта историческая поддержка превратилась в сопротивление и, к счастью, мы преодолели это сопротивление. Мы снова пересекли это 200-недельное скользящее среднее и теперь она находится на 38 тысячах долларов. И она растет, эта черная линия растет каждый месяц примерно или даже чуть больше, чем на тысячу долларов. Биткоин находится значительно выше этой 200-недельной линии со скользящим средним, как и всегда, сразу после халвинга, в ожидании начала этого бычьего рынка. И, на мой взгляд, очень интересный и это очень полезный индикатор. Но давайте перейдем к индикаторам ончейн. И я активно использую три из них. Один из них это цена реализации. Это очень уникальные данные для биткоина, ведь только у биткоина и некоторых других крипто. Мы видим все транзакции, доступные в блокчейне, над которыми мы можем проводить анализ. И, пожалуйста, обратите внимание, что я считаю все данные ончейн сам на данных из моей биткоин-ноды, а большинство людей и большинство аналитиков используют сторонние данные, как, например, данные с гласнот, но я очень люблю использовать данные свои, видя большое количество ошибок. У других, а я хочу проверять, проверять и перепроверять все эти данные, ведь я делаю инвестиции на основании этих данных. Так что это моя собственная информация, хотя я, конечно, также могу ошибаться, но, кстати, цена реализации сравнима со скользящими средними, о которой мы только что говорили. Перед вами график взвешенной средней скользящей для реализованной цены биткоина, которая берет все имеющиеся 19 миллионов биткоинов, а также его дробей, всех его частичек из 19 миллионов биткоинов, существующих в настоящий день, берут и взвешиваются в сравнении с их последней ценой, по которой они перемещались. То есть, например, очень старые монеты, которые перемещались, например, в 2013, берутся и взвешиваются с ценой в 100 долларов, а большинство монет, которые перемещались в более недавнее время, они взвешиваются в данном расчете реализованной цены с ценой в 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч и так далее и тому подобное. И если таким образом мы посчитаем и взвесим все биткоины, которые сейчас существуют, то мы получим цену в 32 тысячи долларов для цены реализации, это черная цена, которая включает в себя все имеющиеся биткоины. Но если мы будем использовать только последние два года, то есть двухлетняя реализованная цена, конечно же мы в этом случае упустим все маленькие низкие цены, то есть это значение получится более высоким, то такая цена реализации составит 50 тысяч, это темно-синя линия, сейчас находящаяся на 50 тысячах. Но если мы с вами возьмем еще более короткий период, например, последние пять месяцев, то в этом случае цена реализации получится равной 66 тысячам, и биткоин лишь немногим ниже этого уровня. Сейчас это составляет значение 64 тысячи, но в крупном глобальном подходе мы находимся на этом пятимесячном уровне реализованной цены. И здесь очень интересно две вещи. И кстати, пожалуйста, не смотрите на конкретные цифры. Например, когда биткоин находится на уровне 64, на 2000 меньше 66 тысяч уровня пятимесячной реализованной цены, то это не так важно. Что на самом деле важно, это то, что во время медвежьего рынка эта краткосрочная скользящая средняя краткосрочная реализованная цена опускается ниже двухлетней цены реализации и ниже общей реализованной цены. Аналогично было и в этот медвежий рынок, и в этот медвежий рынок. Аналогично и здесь. Так что верно и обратное. Если медвежий рынок завершается, то эта краткосрочная реализованная цена пересекает двухлетнюю реализованную цену и общую реализованную цену, и бычий рынок начинается. Это было здесь, это было здесь, и здесь в 2023 в прошлом году. Таким образом, мы сейчас с вами в начале бычьего рынка. И еще одна интересная вещь в том, что краткосрочная цена реализации выступает уровнем поддержки во время бычьего рынка. У нас есть провалы в бычьем рынке. Обычно бычий рынок может иметь спады в минус 20%, спады в минус 30%, и недавно у нас здесь был такой. Но обычно он не уходит значительно ниже, чем пятимесячная цена реализации. Это очень интересное наблюдение, которое происходило в каждом бычьем рынке, в том, что мы оставались более-менее над этого уровня короткосрочных держателей пятимесячной цены реализации. Очень полезно. Второй ончейн график это реализованная прибыль. Это те люди, которые продали внутри месяца. Так что последняя точка это продавцы в июле, и они получили 15% прибыли. Зеленая точка это 15% не так много для биткоинеров, но это много для традиционных инвесторов. Особенно если ты делаешь это за месяц. Но все же это прибыль это хорошо. Ну то есть синяя меня бы немного напрягла, а красная это то, чего я жду в бычьем рынке. Так что вероятно это то, что нас ждет в будущем. И здесь мне особо нечего сказать о реализованной прибыли. Но мы знаем о всех биткоинах, когда они были куплены, и большинство из них было куплено ниже этого уровня, 64 тысяч. Так что все они в прибыли, и на самом деле 92% все в прибыли, и только лишь 8%. Это те люди, которые купили по ценам выше 64. 8% всего биткоина в убытке. Так что в целом в рынке не так много убытков и страха, что хорошо. Теперь бонусный график. И это новый график, о котором я никогда не говорил. На прошлой неделе я затвитил его на иксе. Под ним собралось множество вопросов, а также множество лайков. Поэтому я его сегодня включил. Это прибыль биткоин майнеров, и в настоящий момент это очень интересно. То, что мы здесь с вами видим на оси икс, это блоки. Каждые 210 тысяч блоков у нас получается халвинг. Каждый блок образуется каждые 10 минут, и в 210 тысяч минут образуется период в 4 года. то есть каждые 4 года у нас образуется халвинг, и очередной у нас образовался в апреле. И в халвинге происходит то, что прибыль майнеров также сокращается вдвое, ведь они майнят биткоины, и, кстати, это единственные новые биткоины, не комиссии, которые составляют маленькую часть их прибыли от тех биткоинов, которые они добывают. Но после халвинга они получают лишь половину от этих новых биткоинов, и их прибыль буквально за ночь сокращается вдвое, что на самом деле ужасно для любого бизнеса. И после этого им как-то нужно оправиться, так что обычно происходит то, что мелкие майнеры, у которых имеется старое и неэффективное оборудование, и которые обычно используют много электричества, а также обычно имеющие высокие цены на это электричество, больше эффективно манить не могут, и они выпадают. Они выходят из бизнеса, ведь они работают в убыток, им приходится выйти. А новые майнеры с новым оборудованием, использующие самое последнее и самое современное оборудование, очень эффективное и возможно более низкие цены, может быть бесплатное электричество, по-прежнему могут добывать биткоины в прибыль. Они и выживут. Так что это событие вытряхивания, происходящее в каждый халвинг, очень важно. Структурное событие применимо конкретно к биткоину, которое происходит каждые четыре года, так что весь рынок биткоина и сам по себе биткоин, это событие должен пережить. И прямо сейчас мы находимся прямо в его середине. Оно всегда очень волатильно, хешрейт падает, буквально все говорят о капитуляции майнеров, о том, что майнеры перестанут работать и выйдут, что, кстати, никогда не происходило, это всего лишь SNS. Но то, что важно, что эта группа продолжает расти и значительно. Вначале месячная прибыль составляла всего лишь около миллиона для всех майнеров мира. Прямо сейчас мы с вами говорим о более миллиарда долларов в месяц в выручке биткоин-майнеров. А в самом пике это достигало двух миллиардов долларов. То есть она уменьшилась в половину до одного миллиарда, а то, что мы с вами наблюдаем сейчас, очень интересно. Единственный путь для восстановления для майнеров и для восстановления прибыли за майнинг, что всегда и происходило, это цене биткоина удвоится. То есть объем биткоинов за новый блок уменьшается вдвое, так что цена должна удвоиться, чтобы сохранить прибыль за майнинг, и это то, что мы сейчас с вами ожидаем. Так что очень важно, что мы с вами увидели дно в прибыли майнеров, с которого мы начнем расти в следующий бычий рынок. Мы здесь также видели дно после 2016-го и аналогично здесь, после халвинга 2012-го. Здесь было дно, потом бах, начался бычий рынок. Очень с большой вероятностью может оказаться, что мы с вами наблюдали дно этого встряхивания, этой встряски майнеров после произошедшего халвинга в июне, потому что в июле уже было больше прибыли для майнеров в сравнении с июнем. Но что еще также мы с вами видим, это то, что сложность, в конечном итоге означающая хэшрейт, сегодня подскочила на 10%. Это значит, что старые майнеры то есть маленькие и старые майнеры определенно вышли из рынка, а рынок захватывает новое оборудование. В итоге мы с вами наблюдаем рост хэшрейта, что хорошо для биткоин-безопасности, а также для роста цен в будущем. Так что за этим очень интересно понаблюдать и большое спасибо за то, что посмотрели это видео. И пожалуйста подпишитесь на канал Криптокоммунс и Бла-Бла-Крипто, поставьте под видео лайк, эти ребята стараются для вас. Еще раз большое спасибо, до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok